приветствую всех подписчиков а также зрители моего канала в прошлый раз делая вот такую сегментную банку мы немножко увлекся и в подборе отходов набрал слишком много вот узеньких заготовочек идея была другая немножко при изготовлении вот такой банки я не скажу что она некрасивая получилось но просто идея была немножко другая хотел ее обкатать а потом уже попробовать ее на каком-нибудь другом изделии в другом ракурсе и в других размерах может быть да поэтому смотрите в этот раз будет практически такая же банка только для сегментной склейки выбрал вот такие брусочки прям отходики обрезочки остатки потолще или как сказать пошире повыше ну в общем как ни скажи заготовки более толстые в этот раз опять у меня такое тут разнообразие глядите орех ясень клен тутовник вишня не ни хрена это не вишня это яблоня так ну я вот а вот вишня видео так они отличаются яблоня и вишня не знаю что вот это за дерево да вот это это мирбау ну короче ведь у меня тут есть разнообразие еще выбрать близко к 100 миллиметром склею вот эти вот куски так как сегмента у меня будет 10 пилить буду тут углы по 18 градусов поэтому мне нужно вот эти 10 сегментов склеить как склеивать показывать не буду только покажу какие-то основные моменты после того как вот высохла предыдущая склейка видите что получается привел тут все к одному знаменателю ну то есть по ширине все отпилил и отторцевал на торцовочной пиле вот краешки сегменты можно напиливать конечно и отдельно из каждой склейки но для удобства я предпочитаю склеить такую длинную колбасу тогда ее проще удерживать на любом станке а для склеивания использую экспресс-клей но этот санкриалатный клей с активатором где клей наношу на одну сторону активатором брызгаю на вторую соединяю и получаем сразу за секунду идеальное соединение которое пильным диском уже не разорвать после того как вот эту длинную колбасу смотрите выровнял здесь и по ширине и по толщине можно пилить на сегменты сегменты в этот раз буду пилить торцовочной пилой как будем пилить ну я уже рассказывал 10 сегментов это 360 градусов круг разделить на 10 это 36 и на пополам 18 поэтому пильный диск наклоняем на 18 градусов но именно наклоняем а не поворачиваем на торцовке у меня стоит диск прокат профессиональная серия торнадо диск вот смотрите он с двойной толщиной корпуса он тонкого пропила а вот вот эта толстая часть не дает ему вибрировать поэтому после пропилов шлифовка не требуется сегментов ну в общем смотрите никаких прижогов деревяшка на срезе блестит таких мне нужно 10 сегментов до клея с запасом у нас все-таки отходы какие-то остаются которые не пригодятся ну уж уж печку тоже надо чем-то кормить поэтому это просто отпиливаю с произвольным размером да это будет повторяться каждый раз когда мы доходим до конца деревяшки ну в общем смотрите как это будет выглядеть как я и сказал одинаковые вот рядом стоят не должны перевернуть между ними ставить другую ну ладно это я еще сейчас вот у меня две штучки чтобы поиграться еще потом между каждым семенником вот такая вставочка не буду все вставлять ну и вот он не удержать так вот он и получится но такой бочоночек ладно после склейки покажу после того как клей высох смотрите приступаем дальнейшей обработки донцы как и в прошлый раз сразу приклеил ну и без лишних слов начинаем точить сначала черновым резцом сделаю черную обработку переверну заготовочку и потом уже придам ей окончательную форму ну и без лишних слов ничего не стоит Пожалуй резец надо немножко подточить, а то слишком много заусенцев. Ну вот, совсем другое дело. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Ну я думаю можно переворачивать уже. Потом форму немножко доработаю. Когда донца приклеил, надо было все-таки к этой стороне приклеивать. Смотри этот сучок, что-то я поторопился, что-то неправильно сделал. Теперь придется некоторое количество материала убрать. Продолжение следует... А, сучок не глубокий был. Все классно. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было 80-е зерно, далее шлифую соткой 120, 150, 180, 240. На 240 можно остановиться, а то масло потом будет впитываться плохо. Осталось только покрыть маслом и отрезать от патрона масло. Масло, раз уже показывал, это торговый дом мартьянов для кухонных станков. Столешницы и рабочих поверхностей. Масло разрешено контакту с пищей. Ссылка на масло в описании под видео. Промокод на скидку 10%, найдете там же. Смотрите, вот она волшебство. Она-то и так ярко смотрится, а под маслицем вообще огонь. Обрабатываю снаружи и внутри. Оставляю масло на полчаса, плюс-минус 5 минут. Все излишки затем убираем. И через сутки-двое процедурку повторить. Пока масло тут будет впитываться, я, пожалуй, крышку успею сделать. Ну и в конце видео традиционно покажу то, что получилось. Маслица уже протер. Внутри вот так смотрится. Ну и, конечно же, крышка. Вот такой вид. Как крышку делать, не стал в этот раз показывать. Ну а как делал вот такую заготовочку для крышки. У меня есть отдельное видео, я это уже показывал. Верхушка, это грецкий орех, светлая часть, ну то есть это заболонь. Вот так смотрится и вот так. Ну, блин, не знаю, как тут показать, чтобы вообще хорошо показать со всех сторон. На этом, пожалуй, видео буду заканчивать. Всем, кому информация была полезна, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok